Выбираем лучшие печи для русской бани. Модели с закрытой каменкой и рейтинг лучших печей. Статья с сайта paril.com раздел печи для бани. Несмотря на то, что сами мы не считаем железные печи хорошим вариантом для создания кондиций настоящей бани по-русски, все-таки именно этот тип печек может позволить себе большинство владельцев личных загородных бань. Да и не все владельцы фанаты традиционных кондиций, стало быть, их вполне устраивает все, что находится в промежутке между настоящей русской и настоящей финской банями. Исходя из этого, мы решили посмотреть, что сегодня есть на рынке подходящих печек и вместе с вами составить адекватный рейтинг, который поможет другим читателям определиться с выбором печи для русской бани в том смысле, в каком она понимается большинством. Про те печи, что для сауны, у нас тоже есть отдельная статья. В статье, которую мы сейчас озвучиваем, вы можете увидеть ссылку и перейти по ней, чтобы почитать про печи для сауны. Ну, здесь речь идет про печи для русской бани. Лучшие печи для русской бани. Итак, какую банную печку выбрать, какая лучше? Для начала, стоило бы познакомиться с условиями, которые должна создавать нужная нам печка. Но об этом вы можете прочитать в другой нашей статье. Тут тоже дается ссылка в печатном варианте статьи. Прочитайте обязательно, чтобы составить представление о том, какими средствами вы располагаете для создания нужного микроклимата. Однако здесь мы уже исходим из того, что, задаваясь вопросом, какая печь лучше для русской бани, вы все же склоняетесь к приобретению металлической. А прочитав ту статью, знаете, что вам понадобится печка с закрытой каменкой, возможно, прямого нагрева, обложенная камнем или кирпичом, если невозможно, та, что целиком из кирпича, и изготовленная из чугуна или хромированной стали. Таковы вкратце параметры лучших печей для русской бани. Неидеальные металлические может облагородить кирпичный кожух и продуманная система вентиляции, позволяющая на время полностью прекращать все конвекционные потоки в парной. Давайте поближе познакомимся с вариантами, которые можно сегодня приобрести на российском рынке. Мы отобрали печи для русской бани с закрытой каменкой, потому что именно они отвечают за правильный пар. Некоторые из моделей сами создатели предназначают для обкладки кирпичом или натуральным камнем, другие имеют цилиндрическую форму, которая, впрочем, тоже годится для обкладки кирпичом, и это важно, потому что без него мы не получим управляемую конвекцию. Кстати, вам стоит также ознакомиться со следующими материалами, на которые мы ссылаемся в статье про конструкции, виды, размеры печей и про то, какая печь для бани лучше. Выбор из популярных моделей. Анапа Делает их компания Изи Стим. Материал – жаропрочная нержавейка толщиной 4-6 мм, конструкция гнута-сварная. Внутренняя каменка вмещает 55 кг камней. Топка выносная. Дверцы из чугуна и стекла. Мощность 30 кВт, обогревает объем 8-16 кубометров. На режим выходит зимой за 110 минут, летом за 80. Возможна отделка кирпичом или покупка вместе с кожухом из камня. Талькохлорита или змеевика. Дополнительно можно заказать футеровку топки шамотом. Компания совершенствует продукцию. Если раньше у многих отваливался приваренный теплообменник, то теперь его вовсе не приваривают. Держится прислоненным, так сказать. Про теплообменники в печах подробнее у нас тоже есть. Статья. Смотрите ссылку в печатном варианте на сайте. Ангара 2012 Таймыр. Печки компании Термофор. Ангара 2012. Инокс и карбон. Нержавейка и конструкционная сталь. Имеет две каменки. Открытую и закрытую. Закрытая дает мелкодисперсный пар. На открытой запаривается веник. Материал печи. Жаропрочная, низколлегированная сталь с содержанием хрома 16%. Теплообменник внутри топки быстро разогревает воду. Компания гарантирует целостность всех сварных швов и соединений в течение трех лет. Объем парилки, на который рассчитана ангара, 8-18 кубов. Таймыр. Тоже инокс и карбон. Это модификация ангары 2012, которую создатели перевели на природный газ. Можно выбрать модель подешевле из 4-х миллиметровой конструкционной стали карбон, которая прогорит, или 2-х миллиметровой нержавейки с хромом и инокс. Газовое оборудование приобретается отдельно. Гарантия 1 год. Больше про использование газа можно узнать в статье на нашей сайте. Ссылку мы тоже даем в печатном варианте. Везувий русский пар. Печь одноименного производителя. Предлагается в трех вариантах, отличающихся только видом дверцы. Материал топки конструкционная сталь 8 миллиметров. Имеет кожух-сетку для камней. Сама компания позиционирует печку как годящуюся и для русской бани, и для сауны. На деле же вы получаете мелкодисперсный пар, но и перегретую парилку, потому что сетка с камнями гарантирует неуправляемую конвекцию. Подробнее про печи в парилку у нас тоже есть отдельная статья. Рекомендуем перейти по ссылке, чтобы ее почитать. По нашему мнению, Везувий русский пар – это обычная саунная печь, которой добавили закрытую каменку, забыв, что дело не только в ней. Ну и конструкционная сталь – не лучший вариант. Гефест ЗК. Производитель – компания Гефест. Аббревиатура в названии означает «закрытая каменка». Массивная чугунная печь с выносной топкой. Толщина камеры сгорания – 60 миллиметров. Для сауны годится в кожухе сетки, но для русской бани – лучший вариант в талькохлорите. Выходная часть дымохода выполнена тоже из чугуна. Это сделало ее более долговечной. Температура внутри печи может подниматься до 750 градусов, но в дымоходе будет не больше 300. Про установку печей с выносной топкой рекомендуем вам посмотреть отдельную статью по ссылке. Главное достоинство печи Гефест ЗК – долговечность. Также стоит упомянуть высокий КПД – 87%. Жихарка и Золушка. Производитель – Жар-Горыныч. Конструктивно одинаковые, они различаются только объемами обслуживаемых помещений. Золушка мощнее. Она рассчитана на 20-60 кубов объема. Жихарка на 10-30 кубов. Материал на выбор заказчика – низколигированная сталь или нержавейка. Вообще, печи Васюхина делаются под условия и пожелания конкретного заказчика, в том числе по топливу. Есть дровяные, газовые и электрические варианты. Стоит все это недешево. В качестве закладки Васюхин использует чугун или нержавейку. Кстати, режим, подобный режим у русской бани, можно создать и просто используя электрическую печь с парогенератором. Может быть, вы поинтересуетесь и этим материалом, на который мы даем ссылку. И еще. Достоинства и недостатки печей Жихарка и Золушка. Есть широкие возможности сделать печь под себя, но цена такова, что кирпичная печь окажется дешевле. Емельяныч. Печка производства теплостали с закрытой каменкой и со встраиваемым баком до нагрева воды на 60 литров. Металл изготовитель не указывает, только толщину стенок топки – 8 мм. Цена на печь исключает применение нержавейки, а толщина стенок – чугуна. Остается конструкционная сталь, что вполне соответствует цене. Печь рассчитана на 8,18 кубов. Масса закладки – 80 кг. Гарантия – 5 лет. Карелия-4. Производитель – Петрозаводск МАШ ТНП. Печь периодического действия из чугуна цилиндрической формы. Топка невыносная. Закрытая каменка находится не в камере сгорания, а на дымоходе, нагреваясь от печных газов. Плюсы. Чугун. Изготовитель обещает не менее 15 лет эксплуатации. Водяной бак на 75 литров. Хорош при отсутствии горячего водоснабжения. Минусы. Топка внутри парилки выжигает кислород. Пар с запахом дыма на любителя. Калита. Русский пар. Сударушка Прима. Чародейка. Русский пар. Чугунные и стальные печи с закрытыми каменками, выпускаемые Ишком-центром ВВД. Калита. Русский пар. В каменной облицовке из талькохлорита или змеевика. Обогреет от 18 до 34 кубов объема. Имеет закрытую каменку на 120-130 кг камней с дверцами вверх. Выносную топку. Материал печи. Жаропрочный чугун. Печь дорогая. В частности из-за облицовки толщиной 4 см и массой 180 кг. Сударушка Прима тоже в каменной облицовке. Рассчитана на меньший объем до 18 кубов. Камней для парообразования 90 кг. Имеет выносную топку со стеклянным экраном. Про использование экрана можно посмотреть у нас на сайте парилочка.ком в статьях про порталы и про камины. Камины для бани. Масса облицовки существенно больше, чем у калиты русский пар. 270 кг. Регулировка конвекции осуществляется с помощью чугунного перекрытия. Может использоваться в режиме сауны и русской бани. Чародейка русский пар. Стальная печь из жаростойкой стали. Масса камней в закрытой каменьке 120 кг. Вполне достаточно для нескольких заходов. Внешняя отделка либо камень, либо шамотный кирпич. Объем помещения 18-30 кубометров. Классика паровая, малютка паровая, гармония паровая. Производитель компания Ферингер. Три печи отличаются только мощностью и объемами обогреваемых помещений. Так, малютка рассчитана на объем до 16 кубометров, классика до 23, а гармония до 30. У всех есть закрытая каменка. Печи имеют скругленную треугольную форму в верхней проекции. Вес камня для парообразования 75-90-130 кг. Мощность 16, 20 и 25 кВт. Производитель утверждает, что его печи годятся не только для русской бани и сауны, но и для турецкого хамама. Материал корпуса – конструкционная сталь. Топки – жаростойкая нержавейка толщиной 3 мм. Кубань – стальная печь из нержавейки 13-17% хрома, рассчитанная на 10-20 кубометров парилки. Закрытая каменка вмещает до 40 кг камней. Вода попадает в нее через дозатор. Сверху имеется открытая каменка. Топка сделана таким образом, что поводка металла исключена. Лагуна. Снимаемая дверца закрытой каменки направлена вверх. Сама каменка входит в систему удаления дыма, разогревающую камни до 600 градусов. Вода подается с помощью паровой пушки. Эксклюзивная особенность – смотровое стекло в камеру сгорания, расположенное в парной, тогда как сама топка находится в смежном помещении. К минусам отнесем то, что материал печи – конструкционная сталь. У разновидностей лагуны подороже, ее толщина – 5 мм. Куткин 1.0, 1.5.2.0 Все три печи одинаковы по конструкции и выполнены из нержавеющей стали, отделаны змеевиком или другим камнем. Различие между печами в размерах, весе и обслуживаемом объеме помещений. Следующее. 1.0 весит 48 кг, рассчитано на 10 кубов объема, вмещает до 50 кг камней. 1.0 весит 54 кг, обогревает 15-18 кубов, закладка до 70 кг камней. 2.0 весит 60 кг, объем помещений 20-25 кубометров, в каменку помещается до 90 кг камней. Вместо дров в качестве топлива можно использовать газ. 2.0 весит 50 кг, обогревает 15-25 кг. Славянка «Русский пар», жар-птица «Русский пар», печи компании «Сварожич». Славянка «Русский пар», чугунная печь в каменной облицовке, рассчитанная на объем до 18 кубометров. Мощность 7 кВт. Масса каменной закладки 40 кг, конечно, это маловато. Топка выносная. Толщина камня обкладки 4 см. Жар-птица «Русский пар», еще одна чугунная печь в камне, способная обогреть до 35 кубов объема. Каменка чугунная, накрытая стальным коробом. Масса закладки камней до 140 кг. Толщина каменной обкладки 5 см. Тепловая мощность до 15 кВт. Гарантия 5 лет. Тройка 06М2. Массивная чугунная печь компании «Тройка», предполагающая обкладку кирпичом. Мощность 20 кВт. Объем парилки от 8 до 16 кубов. Топка изготовлена не из чугуна, а из низколегированной стали толщиной 10 мм. Вес камней в закрытой каменке 90 кг. В комплект поставки входит паровая пушка. Дополнительно можно приобрести теплообменники для бака и отопления смежных помещений, баки, дымоходы и прочее. Кстати, что касается печи «Тройка» для русской бани 06М2, отзывы пользователей о ней в основном положительные. Хангар и Этна. Это две серии печек с закрытой каменкой компании «Теклар». Для обычного потребителя интерес представляют легкая и средняя категории, то есть печи для семейной и гостевой бань. Хангар. Серия одинаковых конструкций, различающаяся мощностью. Легкая рассчитана на парилку до 16 кубов, средняя до 33 кубов, в первую загружается 40 кг камней, во вторую до 120 кг. Все печи делаются из нержавейки с содержанием хрома минимум 17%, причем толщиной 4 мм. Внутренняя каменка не соприкасается со стенками печи и окружена пламенем с пяти сторон. Кстати, в данном случае кирпичный или каменный экран обязательны, поэтому в печатной версии статьи мы даем ссылку на статью про сооружение экрана для таких печей. Этна. Здесь нет категории «легкая», есть только «средняя» и «выше». Средняя линейка представлена двумя моделями B305 и B306. Материал тот же, что и у Хангара. Обе имеют две камеры сгорания. Камней для парообразования 80 и 100 кг. Объемы парных 26 и 33 кубометра. Топка выносная у обеих моделей. Поддерживаются режимы русской бани, сауны, просушки. Harvia Classic 280 Top. Производитель финская компания Harvia. Кстати, у нас на сайте есть целый раздел про продукцию компанию Harvia. И мы рекомендуем посмотреть статью про дровяные печи компании Harvia. Ссылка здесь у нас тоже в статье есть. Каменка закрытого типа расположена сверху и имеет откидывающуюся крышку. Предполагается, что в закрытом виде печь дает режим русской бани. Масса загружаемых камней составляет 60 кг. Объем помещения от 10 до 26 кубов. Производитель не указывает марку стали, но указывает, что она нержавеющая. Толщина верхней стенки топки 6 мм. И теперь, после того, как мы рассмотрели с вами популярные модели, мы с вами можем составить собственный рейтинг банных печей для русской бани, в который будут включены печи, которые действительно вам нравятся. Со своей стороны, мы в статье на сайте paril.com про лучшие печи для русской бани, мы сделали рейтинг, в котором перечислили наиболее годные, на наш взгляд, печки. И каждый посетитель сайта может проголосовать за те модели, которые ему нравятся. Здесь участвуют все модели, которые были перечислены. Вы можете проголосовать, и также вы можете посмотреть, за кого проголосовали пользователи на данный момент. Ну, на тот момент, когда вы заглянете к нам на сайт, чтобы увидеть любимцев, народных, так сказать, любимцев из моделей печей для русской бани. Кстати, у нас есть не только этот рейтинг, у нас есть и другие рейтинги. И, например, вы можете посмотреть рейтинг в статье про лучшие печи на дровах. Там тоже можно узнать, что выбирает народ, что выбирают банщики. Мы предлагаем вам узнать больше информации по банным печам. В статье на сайте даны ссылки на другие материалы. Вы можете узнать следующее про печи. Недорогие печи. Установка печей. Отдельно установка металлических печей. Отдельно установка печей непосредственно в парной. Какие есть чугунные печи с закрытой каменкой. И какие выбирает народ лучшие чугунные печи. Все это можно узнать по ссылкам в статье на нашем сайте. Что ж, будем заканчивать. Смеем надеяться, что совместными усилиями мы найдем объективно лучшие печи для русской бани. И поможем всем, кто еще только определяется с выбором. Так что заходите к нам на сайт и участвуйте в голосовании. Покажите, какую вы печь считаете лучшей из металлических для русской бани. Редактор субтитров А.Семкин